Мы продолжаем читать послание апостола Павла к Галатам. Мы остановились на третьей главе. Вот с самого начала третья глава. О несмысленные Галаты! Кто престил вас, не покорятся истине. Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Это только хочу я знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь много потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам дух и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог веру и оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано «Проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закон». А что законом никто не оправдается, пред Богом это ясно потому, что праведный верою жив будет. Здесь повторяется, ну вообще звучит ключевая для этого послания мысль о том, что человек спасается верой, а не делами закона. И повторяется мысль послания апостола Павла к римлянам, которые мы уже разбирали, что человек спасается верой и все получает по вере. Здесь, ну когда читаешь это послание, ну кажется все логично, все просто. Прочитал, книгу закрыл, вышел на улицу, вздохнул глубоким воздухом, глубоким вздохом, тепло, первый теплый день этого мая и все вылетело. Из головы сразу, не только потому что сельскохозяйственная работа, а все понимаешь, что надо делать то и надо делать это. Ну и эту веру штука ненадежная. Вот, а вот дела закона, эта штука надежная, потому что дела закона, они нашему сознанию дают гарантию. И все, и мы приходим и говорим. Ну вот, вздохнули, да, так, и вышли. Нас спрашивают, нас спрашивают, как надо спастись? Мы говорим, ну понятно как. Вот, посты соблюдаешь, молитвы исполняешь, в храм каждого воскресенья ходишь, споведуешься, причащаешься и спасешься. Все, идем дальше, там говорят, вот, не чувствую благодати Божией. Как мне надо почувствовать благодать Божией? Ну как надо почувствовать? Элементарно. Вот, грехи перестал делать, начинаешь, значит, творить милостыни, ходить в храм на Кирова 65 обязательно. Вот, кирпичики покупаешь, молитвы творишь, и все у тебя получится. То есть, когда мы читаем, нам все понятно. Когда мы отрываемся от книги, мы возвращаемся к тому же, к чему вернулись галаты, как только ушел апостол Павел. Он проповедовал, они поверили, сказали, ура, хорошо, вот, здорово, замечательно. Апостол Павел ушел, он говорит, давай делай то, давай делай это, давай делай так, а то у тебя ничего не будет, Бог на тебя разгневается, Бог от тебя отвернется, а вот если ты будешь это, Бог тебя наградит. Так ведь? Ну, в простоте, вот, ну, в обычном, скажем, на уровне бытовых, приходских разговоров, ведь оно так, мы же так рассуждаем, когда к нам приходит человек и спрашивает, что мне надо, чтобы, вот, Бог как-то ко мне благосклоннее относился. Мы говорим, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это делаешь. Ага. Что мне надо делать, я согрешил, как мне искупить свои грехи? Ой, искупить грехи, это очень просто, надо делать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и грехи твои Бог искупит, или кто-нибудь искупит. То есть мы, это не, как сказать вам, не насмешка, это не, почти даже не сарказм, потому что это ведь не свидетельство того, что вы, или они, или те, какие-то вот неправильные люди, какие-то недотепы, недохристиане. Это свидетельство только о том, как глубоко в каждом человеке сидит законничество, сидит в нем этот самый закон. Когда этот, это законничество в нас активизируется, мы становимся фарисеем. Фарисеем. Что такое фарисейство? Фарисейство – человек, который доволен тем, что он делает, и обличает людей за то, что они не делают. Вот, я встаю, смотрю в небо, синие, нет, зачем синее небо, где его найдешь в синее небо? Смотрю на икону Иисуса Христа и говорю, Господи, слава Тебе, как хорошо, что я верующий человек, как хорошо, что я постился. Благодарю Тебя, Господи, что я постился великим постом, благодарю Тебя, что Ты помог мне этот пост соблюсти, благодарю Тебя, что я почувствовал радость на Пасху, благодарю Тебя, что я хожу в такой замечательный храм, а не то, что эти все поганые безбожники, которые мучаются во тьме своих грехов. Думаем так? Думаем? Да думаем! Да думаем! Вот, когда смотрим на икону Христа, всегда так и думаем, потому что, если к нам приходит человек, какой-нибудь, ну, скажем, наш сын, 35-летний, мы ему что говорим? Ты почему в храм не ходишь? Почему? У тебя бизнес не идет? Потому и не идет. Ходил бы в храм, все бы у тебя было хорошо. Почему у тебя денег нет? Конечно, денег давал бы Дестину, были бы деньги. И прочее, прочее, прочее по перечню закон. Не так? Так. Вот. Потому что этот наш фарисюга, он сидит глубоко, глубоко в нас, этот фарисей, нам свидетельствует о том, что мы воспринимаем все в этой жизни законнически. По закону, довольные тем, что мы что-то делаем, упрекая людей за то, что они чего-то не делают, возмущаясь тем, что люди нарушают заповеди Божьи, и благодаря Богу за то, что мы эти заповеди Божьи, слава Богу, соблюдаем. Когда любого человека спроси, любого в церкви, ты чем надеешься спастись? Почему ты надеешься спастись? Вариант ответа два. Ой, а кто тебе сказал, что я спасусь? Я, может, и не спасусь вовсе. Да какой? У меня, знаешь, сколько грехов. Знаешь, сколько у меня немощи. Знаешь, сколько у меня страстей. Да какой-то мне спастись. А что ты так тут делаешь? Вот. А второй вариант ответа, что, ну как, чем? Вот, храмом спастись могу. Там, молитвами. Я спрашиваю регулярно своих прихожан, спрашиваю. Вот, чем надеетесь спастись? Ну, даже те, которые знают правильный ответ, они его сразу не говорят. Он, ну, там, файл запылился, где-то завалялся, он сразу не находится. Настолько это для нас несвойственно. Мы все люди, зараженные этой закваской фарисейской, этой законничеством, и все мы говорим, нет, мы спасаемся какими-то духовными, церковными, благочестивыми делами или поступками. То есть, глубоко у нас стоит мысль внутри, что если мы будем делать это и это, Бог нас спасет. Вот, и мы делаем это и это. А то, что на самом деле Бог нас спасает, почему, кстати, а почему нас спасает Бог? Решу, какие, а? Это кто вам сказал? А, я сказал? А, я думал, отец Евгений тайну эту выдал. Мы спасаемся потому, что Бог нас любит. Это единственное основание нашего спасения. Только поэтому мы спасаемся. Мы никогда ничего не сделали и ничего не сможем сделать, чтобы эту любовь заслужить или заслужить себе Царство Божие. Он нас любит и потому спасает. И это откровение Его любви и рождает нашу веру, веру именно в то, что Бог меня любит. Это меня окрыляет. Это меня вдохновляет. Это меня... Мне сегодня пришел человек, вот буквально там за час перед поездкой, пришла женщина вся в слезах, зареванная. Ну, чуть не в истерике. Вот. И дождалась, полчаса сидела, ждала, когда я освобожусь. И потом говорит, батюшка, ну, вы вот скажите мне все-таки. Мне 25 лет твердят, что если я буду вести так, то Бог меня накажет. А если я не буду вести так, то Бог меня накажет. Вот. Со всех сторон слышу о том, что Бог меня накажет. И я поверила, что Бог, Он страшный. И возненавидела Его с 9 лет, когда ее ставили на молитву. Отец заставлял ее становиться на молитву, в обязательном порядке, каждый вечер, и читать положенные молитвы. И говорят, что если ты этого делать не будешь, то все плохо будет в твоей жизни. И я Его возненавидел с 9 лет. И, говорит, жила с этой ненавистью к Богу, с этой постоянной внутренней руганью с Богом. Вот. Лет, говорит, до 20. А потом у меня взяла такая тоска. Вот. Тоска от того, что ну как же, ну не может же быть так, чтобы Бог был таким жестоким, как Его рисует мой Отец. И начался внутренний разлом. Вот она в результате прибежала, говорит, ну скажите мне все-таки, Бог нас любит или нет? Это не так просто. Ну, в смысле сказать-то не сложно. А вот достучаться до ее сердца, действительно, открыть, открыть ей любовь Божью, это очень-очень сложно. Сказать туда, не беспокойся, любит, конечно, любит. Вот. Это легко, но это не согреет ее сердце. Не согреет. И надо, чтобы Бог сам открыл ей свою любовь. Чтобы... Или в словах таких людей, как преподобный Серафим Саровский, она почувствовала эту изливающуюся в сердце любовь Божью. Как в послании к римлянам говорит апостол Павел, любовь Божия сделает сердца наши Духом Святым. Вот эта любовь, она и вдохновляет нас верить. Верить и ради Бога что-то потерпеть. Не потому, что за это терпение мы спасемся, а потому, что нам хочется потерпеть ради такой любви. Ну, раз он просит, раз он уговаривает, раз он таким путем меня ведет, но как мне ради любви не потерпеть? Не потому, что я получу любовь за то, что я терплю, а потому, что я уже чувствую эту любовь. Как же мне не потерпеть? Вот женщина, которая родила ребенка, по-разному, конечно, рождает, но вот в нормальном случае, когда рожденный ребенок, для нее счастье, жизнь. И он плачет ночью, она встает, ей тяжело, ей плохо, ей трудно, но она просыпается и кормит его. Она же не думает, что совершает великий подвиг. Она просто делает то дело, которое ей самой радостно, несмотря на то, что это сопровождается с какими-то трудностями, неприятностями, сложностями. Но она кормит его. И нормальная женщина, обыкновенная женщина, неподвижница, негероиня, просто женщина, она в жизни никогда ребенку через 30 лет не скажет, я из-за тебя ночей не спала. Потому что она не ему одолжение делала, она просто любила этого ребенка. Просто он был ее счастьем, она его кормила, как бы заботилась, и там делала все необходимое не для того, чтобы его любовь завоевать, а потому что она любила его. Вот эти вот простые вещи, они очень, ну, по жизни вроде простые, они, когда дело касается отношений с Богом, они очень сложно даются человеку. И человеку всю жизнь порой приходится биться законника внутри себя, чтобы научиться просто любить, любить Бога, любить ближнего. Ведь апостол Павел, например, говорит, ну, кроме вот таких простых, в общем-то, вещей, понятных, что исполняя положенные дела закона, ты ничего не добьешься. Нужно верить, верить в эту самую любовь и пить эту любовь, уже здесь, сейчас, изливающуюся с тебя. Но кроме этих вещей, он говорит страшные вещи, мы с вами их читали. Он говорит, что даже если ты себя в жертву Богу принесешь, толку никакого не будет, если ты при этом не имеешь любви. Если ты будешь все книги прочитаешь, весь закон изучишь, все богословие будешь знать, толку никакого не будет, если ты не будешь любить. Даже если ты до копеечки все отдашь, все, вот последнее, все имущество раздашь людям, а любви при этом не имеешь, нет никакой пользы. То есть, мы все это дело можем сделать для того, чтобы купить себе царство. Как, знаете, в этом самом, в анекдоте давно, его лет 30 назад слышал, очень точно передающую мысль, что заболел один богатый человек раком, вот, пришел в церковь, ему там с батюшкой поговорить, говорит, к чему мне делать, я болею раком, хочу вылечиться, ну, ты, говорит, храмы строй, вот, может, Бог тебе и поможет. Ну, и начал он строить храмы, вот, строить монастыри, все деньги свои истратил, ну, и все равно от рака он умер. Петр приходит к вратам райским, вот, там после Петр встречает, ну, всех провожает там, кто приходит там, вот, а вы, говорит, не стойте здесь, мужчина, вот, ваш перрон там вот налево и поездом вниз, он говорит, ну, как же, как же, я же столько храмов поставил, столько монастыри, да вы не переживайте, мы все там вернем, вот, потому что от того, что ты сделал в надежде что-то купить, завоевать таким образом любовь Божью, или купить себе Царство Божие, да не работает это, не работает, если ты себя приносишь жертвой, чтобы доказать, как сильно ты, там, ревностный человек, или там ходишь босиком по морозу, чтобы доказать, насколько ты необыкновенный человек, или там этим подвигом умилостивить Бога, то ты глубокой ошибки, Бога не надо умилостивить, потому что Он и изливает на тебя милость, ты поверь, прими эту милость, ну и ходи босиком, не потому что хочешь купить себе за босиком Царство Божие, потому что ты считаешь, что когда тебя Бог так любит, сапоги вообще не нужны, зачем, как Василий Блаженный, а зачем они мне нужны, меня Бог и так греет, все мое естество наполнено Его любовью, зачем еще сапоги, он не пытается купить за свериги, или за там босиком, или за какую-то жертву купить Царство Божие, он напитан этим Царством Божиим, поэтому просто ни в чем не нуждается, оно ему ничего не нужно, он может обходиться без этого, потому что Бог в нем живет, но еще раз повторю, и это основная мысль, основное свидетельство и послание римлянам, пославленное Галатам, что человеческое естество настолько испорчено, настолько отравлено, что вот это благовестие вместить человеку очень-очень трудно, он все думает, что он здесь находится не по милости Божьей, не по любви Божьей, а для того, чтобы что-нибудь там себе там выторговать или заслужить, и находится потому, что он сделал когда-то Богу великое должение, пришел в храм. Нет, все мы обрелись в этом храме по одной простой причине, что он нас любит, взял нас за руку и сказал, ну, дочка, пойдем ко мне, у меня хорошо. И мы пришли и говорим, да, Господи, правда хорошо, что ты от меня хочешь? А ты иди и скажи, что в храме Божьем хорошо, или иди скажи, что Бог у нас такой замечательный и великий, или еще что-нибудь, иди поделись той радостью, которую я тебе буду давать. Вот, и здесь, в этом фрагменте послания апостола Павла Галатом есть как раз на эту тему очень удивительные слова. Вот пятый стих, он говорит, То есть они видели чудеса, происходящие у них в этой самой общине галатийской, видели чудеса, какие там исцеления, или воскрешение мертвых, вот, или еще какие-то там знамения духа. И он спрашивает, откуда это на вас излилось? Почему вы, обыкновенные люди, эти самые все чудеса совершаете? Почему у вас исцеление? Почему у вас какие-то чудеса происходят? Потому что вы что-то соблюдаете из закона, или потому что вы поверили, что Христос вас любит и дает вам дух? Почему? Если закон исполняете, ну вернитесь, давайте начните исполнять закон. Будут у вас чудеса происходить? Нет, не будет. Так, стало быть, закон бесполезен, если дело касается жизни, если дело касается благодати. Он хорош, он замечательная штука, закон. Он дисциплинирует, он воспитывает, он награждает, он помогает бороться с грехом, он помогает держать общество в рамках, но жизни он не дает, благодати не дает. Дух Святой от того, что ты все правильно делаешь, к тебе не касается. Вы сами знаете, сколько вокруг вас людей, которые ходят в храм десятилетия, 15 лет, а сами про себя говорят, ничего никогда не происходило. Каким я пришла, какое я пришла, такое и осталось. Как я верила, так я и верю. Как я молилась, читала, нудно, заставляя себя эти правила, так и до сих пор происходит. Почему? Почему? А как-то должно быть иначе. И получается, что для многих и многих, многих людей хождение в церковь есть просто некая обязанность. Надо ходить в церковь, надо ходить в пост, надо ходить на корону Андрея Критского, надо исповедаться, надо причащаться, не надо материться, не надо обзываться, не надо судить, ну не могу, конечно, ну знаю, что не надо, ну раз не могу, что буду каяться. И вот человек делает, у него даже, скажем, список покаянных грехов, он как написал 8 лет назад, так с ним и ходит, с этим списком на исповедь. Вот, батюшка, ничего не изменилось, вот, вот все те же самые грехи, ничего со мной не происходит. Ну ладно, хорошо, молодец. Вот, то есть мысль о том, что ничего происходить с нами не должно, она вот как бы живет в нашем сознании, мы просто исполняем положенные правила, положенный закон. А на самом-то деле жизнь в церкви – это совсем другое. Жизнь в церкви – это Богообщение, это общение с Богом, переживание на каждой литургии, Его любви, Его снисхождение, Его утешение, Его света, Его вразумление. Мы от литургии к литургии становимся наполнены, более наполнены любовью и кротостью, смирением и послушанием. У нас меняется внутренность наша. Христианство не в том, чтобы увидеть, как с иконы изливается свет, или как престол поливается лучами божественной любви. Христианство в том, чтобы от литургии к литургии, от молитвы к молитве, сознавать, видеть, познавать на себе любовь Божью, познавать, что эта любовь не меняется от того, что я грешный человек, переживать это всякий раз, его любовь к себе грешным, как мы на литургии говорим, от них же первый есть масс, и познав эту любовь, омывшись в этой любви, иди, идти и утешать, омывать, помогать тем людям, которые изнемогают в унынии, в отчаянии, в одиночестве или в грехах.